Ох. Ну я думаю, в принципе, можно начинать. Меня зовут Николай Суровенко. Я руковожу группой персонализации в компании News360. Мы в компании успешно совмещаем продукты Microsoft и также различные решения на базе открытой экосистемы Linux. И сегодня я хотел вам рассказать, как все это у нас в компании происходит и как мы с этим живем. Вообще, откуда может возникнуть такой вопрос? Зачем Microsoft и Linux? Зачем это все совмещать? Допустим, вы работаете в Microsoft на структуре. У вас огромная команда разработчиков, которые написали хороший интересный код. Написали его для Детнета, на C Sharp и так далее. У вас какие-то свои собственные разработки, которыми вы пользуетесь. В то же время сейчас появляется огромное количество различных опенсорсных продуктов, которые вы хотите применять. То есть это могут быть как решения из коробки, для веб-серверов, обработки изображений, чего угодно. Либо распределенные системы хранения данных, аналитики и так далее и тому подобное. Ну и вот мы в нашей компании совмещаем и то, и другое. Linux, я прошу прощения, что мы так вольно обошлись с этим названием. Когда мы говорим Linux, имеется в виду вся эта открытая экосистема открытых продуктов на базе Linux. Ну и вот в нашей компании мы все это успешно совмещаем. Соответственно, расскажу вам про то, как. Вообще вся эта история началась три года назад. И тогда мы пользовались исключительно Microsoft Stack. При этом мы ходили и думали, долго переживали, как же так, как дальше жить. Мы вот хотим пощупать все эти интересные продукты на базе Linux, но при этом у нас исключительно Microsoft экосистема. И мы думали, что эта экосистема такая изолированная, с ней будет сложно жить, и применять эти открытые продукты не получится. Также мы переживали о том, как нанимать людей. У нас есть код на C Sharpie. Как нанимать людей, которые будут поддерживать этот код на C Sharpie, и в то же время использовать какие-то новые продукты на базе Linux. Ну и спустя три года ситуация, в общем-то, изменилась. Там Microsoft делает шаги на сближение с открытой инструктурой и так далее. А в нашей компании мы, в общем, уже не чувствуем, что Microsoft-платформа такая уж изолированная. Мы спокойно применяем и то, и другое в продакшене. У нас все эти сервисы живут вместе, взаимодействуют и так далее. Ну и, соответственно, я сегодня вам расскажу, как мы сделали переход постепенным и плавным, как мы не потеряли время никакое, не останавливали никакие бизнес-процессы, что мы считаем основным вот в таком межплатформенном взаимодействии. Три составляющие нашего успеха. Но сначала немного о нас. News360 — это компания, которая делает мобильное приложение для новостей. У нас есть крутой in-house код для обработки естественного языка, который в тех новостях, которые мы собираем со всего мира, он находит сотни тысяч различных топиков. Мы все эти новости в этих топиках маранжируем, и вы можете на них подписаться в вашем мобильном приложении. То есть там в том числе у нас есть любые технологии типа Microsoft, Docker и всего остального. То есть это существует как топики в приложении, можете на это подписаться. Мы уже довольно давно на рынке, и у нас первоначально был исключительно Microsoft Stack. Ну и какое-то время назад мы из Azure переехали на селхост это решение. В общем, за последние пару лет мы внедрили огромное количество Linux продуктов. Этому рады. И вот про это рассказ. Для примера, что мы вообще в последнее время делали такого, что совмещает Linux и Windows? Я вот расскажу вам про парочку наших задач. То есть у нас был какой-то старый RSS-краулер, который как тогда водилось, он все делает через MS SQL. Там полно наших родных костылей, и мы думали, что с ним дальше делать, как его дальше развивать. В результате мы взяли открытую библиотеку Scrappy. Это такой битанический фреймворк для написания краулеров. Ну и там разрешаются различные детали, типа там обработки robots.txt, всяких разных детекций и кодировок, обхода сайтов и так далее и тому подобное. То есть большинство проблем уже решены. Ну и мы собрали решения на его базе. Там есть распределенные кластерные имимитации различных подсистем этого краулера. Дальше у нас был какой-то вот имидж-сервис на C-Sharp. То есть это система обработки картинок, в которой все было. И смарт-кроп, и детекция лиц, и подготовка изображений, и менеджмент разных систем кэшей. Вот картинки тогда складывались, что-то там, подготавливались, и мы их раздавали клиентам нашего приложения. Ну и мы перешли на Nginx с ImageMagic плагином, который сверху прикрыт амазоновским кэшом. Вот. Все работает, все отлично. Другой проект у нас была кластеризация текстов, написанная на C-Sharp. Ее стало сложно поддерживать, сложно было мерить качество, и в результате мы перешли на открытое решение на основе питанических библиотек для машин лернинга и обработки естественного языка. Это NLTK, GenSim, Scalern и так далее. Также один из наших новых проектов, то есть мы нашу вот это know-how, Microsoft-овская на базе C-Sharp по выделению сотни тысяч топиков, мы применили для того, чтобы создать новый продукт, аналитики для новостных агентств. У нас там 20 миллионов событий в день, ну расчетная мощность там сотни миллионов событий в день, ну потихоньку растем. Также мы обновляли нашу систему текстовой кодеризации и так далее, то есть использованием открытых продуктов. И что в общем объединяет все эти проекты? То, что, ну понятно, мы взяли какой-то старый код, трифакторили его, перенесли на… переделывали новые решения, обновили архитектуру, упростили нашу кодовую базу, и во многом, как вы видите, все это стало возможным благодаря оппинсорсным каким-то решениям. Ну и что еще объединяет эти проекты? Сроки. По всем этим проектам сроки были сорваны в два раза. Вот. Ну и что я могу сказать? Во-первых, когда вы такое делаете, то есть переходите на другую платформу, внедряете совершенно новые продукты, ну этого стоит ожидать, в общем. И второй момент. Все эти проекты, за исключением аналитики, они, первоначальные их оценки, были меньше одного человека месяца. То есть все это мы делали быстро, и, в общем, как нам кажется, что мы делаем это круто. Вот. Поэтому я вам расскажу, как, собственно, мы это все осуществляем. Ну и возникает вопрос, почему, собственно, не сделать все то же самое на винде? Да. Ну, можно вообще сказать, что для Windows есть там Python, и Postgres, и Docker, и Jinx, и RabbitMQ, и Spark, и Cassandra, и все вообще есть. Почему мы не запускаем это под виндой? Ну, ответ, я думаю, более-менее очевиден, потому что для всех этих продуктов винда не является основной платформой. поддерживать там Кассандру, продакшен Кассандру на Windows, и ни один админ не согласится. Ну и поэтому нужно как-то существовать. Ну и еще причины, почему не винда, потому что, в принципе, винда не такая уж дешевая. То есть даже в минимальных конфигурациях те продукты, на которые мы, собственно, которые для нас базовые и очень важны, ну, это стоит денег. Кроме того, мы занимаемся разработкой в области обработки естественного языка. Там сейчас, спустя 6 лет после основания компании, появилось довольно много разных офисорсных разработок, и они все практически в Linux мире, то есть в открытой экосистеме. Java, Python и так далее. Ну и, к примеру, нанимать людей сложно. Ну и ответ, который мы нашли, в нашей вот этой ситуации, это плавная миграция. То есть что мы решили делать? У нас было много логики в Transact SQL, поэтому с ней нужно было что-то придумывать, что делать. У нас есть вот эти все разработки, с которыми мы продолжаем жить. То есть мы не могли просто взять и все переписать с использованием этих новых библиотек. Тем более, что наши, в общем-то, тоже неплохие. Ну, направление у нас примерно понятно миграции. То есть у нас все основное было на MS SQL. Для данных, где нужна реляционная модель, мы двигались в сторону Postgres. Для данных, где не нужна реляционная модель, мы двигались в сторону Кассандры. И, естественно, у нас был такой махровый довольно TSQL в Microsoft сервере, поэтому мы так просто на Postgres не могли перейти. В общем, миграция у нас такая была. Довольно интересная. В целом, в основном, мы переписывали сервисы, то есть уже с использованием новых хранилищ. Ну, и, собственно, теперь хотелось бы поговорить о наших трех секретах успеха, что мы считаем важным в такого рода переходах. Ну, все три секрета будут про архитектуру, что, наверное, неудивительно. Вот. Начнем с низкоуровневой архитектуры. Довольно низкоуровневой. Вот как мы общаемся между нашими сервисами. Казалось бы, есть VCF. И VCF — это здорово, и он, наверное, даже крестплатформенный. Вот. Но, к сожалению, VCF умер. И с этим можно спорить. Как бы можно, не знаю, отрицать все такое, но, к сожалению, вот такова реальность. В целом, направление миграции для нашей совместимости между сервисами такое. мы выбрали HTTP и REST, как и, в общем-то, огромное количество компаний до нас. И здесь хочу отметить, что SAP — это решение довольно плохое. Вот. То есть, да, если у вас есть VCF-сервис, он элементарно… Вы в нем включаете там SAP-интерфейс, веб-сервис, документацию и так далее и тому подобное. И вы можете подключать клиенты на разных языках, в том числе Java. И, не знаю, все. Однако HTTP и REST отлично работает на большем пространстве платформ. Что здесь хочется сказать? В общем, HTTP и REST нравится нашим админам, потому что они теперь могут делать балансировку нагрузки при помощи известных им средств, Nginx, Haproxy. Нравится нашим тестерам, потому что они могут зайти в нашу внутреннюю API в браузере и что-то там покликать. И, кроме того, мы используем Swagger, также известный, как OpenAPI, для того, чтобы документировать наши API. Это такой формат, который, в принципе, реализует многое из того, что есть в SAP и прочих ужасных аббревиатурах до SAP. То есть он описывает, как ваш выглядит веб-сервис, как к нему обращаться. Но в целом они обещают, что это не превратится в еще один SAP, и там будет все хорошо. Пока что вроде бы получается. То есть Swagger у нас используется как документация. При разработке нового сервиса разработчики пишут Swagger файл, который описывает, как с этим API работать. И для Swagger существует огромное количество разных инструментов, которые позволяют, например, рассматривать и дергать ваш API в красивом браузерном UI. Это нравится тестерам. И также, в общем-то, это становится точкой синхронизации наших команд, потому что мы обсуждаем, как выглядит спецификация сервиса. Ну и одним JSON-ом сыт не будешь. У нас для сериализации форматов также есть protobuf. В принципе, protobuf, я думаю, известная Microsoft-разработчикам тема, потому что многие его используют из-за скорости. Однако, вообще, protobuf придуман гуглом, в том числе для того, чтобы облегчить взаимодействие между сервисами. И у него есть такое интересное свойство, он расширяем. И здесь хотелось бы отметить, вот одна из шишек, которую мы набили, это то, что реализация protobuf и библиотеки protobuf.net, она неортодоксальная, так скажем. То есть как раз в этом аспекте. То есть что такое расширяемость protobufа? Ну, выглядит это так. У вас есть какой-то сервис, который берет объект, модифицирует в нем какие-то поля, возвращает этот объект. У нас вот такой сервис есть в компании, мы его сдеплоили год назад, и он работает, никого не трогает, все хорошо. Но фишка в чем? Схема этого объекта, она менялась многократно. Мы туда добавляли новые поля, меняли имена, что-то там делали. А сервис про эти новые поля ничего не знает. И обновлять сервис нам не пришлось. Вот. Это вот фишка protobuf.net реализация, она совместима с другими сервизаторами .net и работает несколько не так. Когда вам приходит сообщение, вы его десерилизуете, у вас получается инстанс вашего класса. Потом вы сервизуете его обратно, и неизвестные поля, про которые ваша версия сервиса ничего не знает, они теряются. Но при этом даже в protobuf.net можно включить режим extensible, и тогда у вас все работает как нужно. В общем, неизвестные поля где-то в объекте хранятся, и когда вы его сервизуете обратно, они там появятся. Также с protobuf.net была проблема с перформансом пата-бафа в питоне, но она решается так же, как и все проблемы с перформансом в питоне. Вы подключаете сишные экстеншены, и у вас все работает. Ну, в целом, в принципе, нам нравится, как все это работает, несмотря на то, что с protobuf.net и тем, что он совместим с микрософтовской сервизацией, были проблемы. То есть, сервизация гудов, дат, еще чего-то, для этого пришлось писать свои собственные костыли. Но тем не менее. Также совместимость на низком уровне. Мы, как я уже говорил, используем в качестве NoSQL хранилища Кассандру. Ну, и все наши сервисы сейчас имеют общие хранилища. И, кроме того, общий кэш. Что здесь хотелось бы сказать? То есть, разные сервисы, которые мы пишем на разных платформах, они общаются с одними и теми же хранилищами данных. И, кроме того, они знают про то, как эти данные кэшируются. Таким образом, мы решаем вопросы инвалидации кэша, положить что-то в кэш и так далее. И все это работает с разных платформ. То есть, общий кэш — это по факту соглашение о том, как все должно лежать. Ну, и, кроме того, мы все наши данные кладем в более-менее одном и том же виде. То есть, у нас там профили пользователей, какие-то данные про статьи, еще что-то. Все лежит в совместивом виде, поэтому нам не нужно писать много разных оберток. У нас как бы по обертке на каждой платформе. И все работает. Здесь это нравится нашим админам, потому что они могут, например, какие-то данные синхронизировать из MS SQL, в Cassandra, и у них для этого есть какие-то питанические минимальные скрипты. и всем командам это доступно. Шишки, которые мы набили при этой миграции, они, прежде всего, касаются распределенной природы Cassandra. И это довольно интересно. То есть, одна из проблем это Consistency Levels. В Cassandra вы можете выбирать, ну, то есть, у вас распределенное решение из нескольких нод, вы можете выбирать, как вы хотите записать данные, например. Вы можете записать на одну ноду либо на все ноды с, как бы, коммитом. Если вы записываете на одну ноду, это, типа, менее надежно, но быстрее. И вот у нас возникла такая проблема. У нас два сервиса, которые в цепочке друг за другом, и они пишут одну вичейку в Cassandra. Ну, и они пишут на одну ноду. И в результате данные, которые получались, они были, ну, грубо говоря, рандомно распределены между тем, что записал первый сервис и второй. Несмотря на то, что там первый сервис получал сообщение раньше, а второй позже. Ну, то есть любопытные проблемы возникали, поэтому консистенции и levels стоит учитывать. Ну, и разные реплики Cassandra, на которые распределены ваши данные, они могут расходиться. В общем, данные в них расходятся по разным причинам. В Cassandra есть целых три, если не ошибаюсь, механизма, как с этим бороться, как реплики обратно синхронизировать и данные, чтобы были на всех одинаковые. в общем, про это тоже стоит помнить, а если забыть, то можно получить вообще удивительные спецэффекты. Например, какие-то ряды, которые в Cassandra удаляются, они у нас появлялись через три недели. И вот просто как бы он удален, но теперь опять снова есть. Ну, и если использовать TTL в Cassandra, то можно получить не только ряды зомби, которые восстают из мертвых, но и там ячейки зомби, когда у вас там айдишник есть, и всего остального нет. В общем, удивительный эффект. Ну, в принципе, у нас еще все сервисы читают из всех старых жей. То есть, у нас так и остался MS SQL, и мы научились к нему включаться из Linux, из Python и так далее. В принципе, здесь ничего сложного. И вот так примерно у нас выглядит архитектура на низком уровне. То есть, мы перешли на общие форматы, общий API, общие хранилища. Ну, и плюсы, как я уже говорил, то, что админам нравится HTTP, тестерам нравится HTTP, общие хранилища, с ними все умеют работать и, в общем-то, круто. Ну, и теперь переходим к архитектуре на более высоком уровне. И здесь у нас микросервисы. В принципе, сейчас вот, кажется, уже прошел доклад про микросервисы от моих коллег. Вы, наверное, можете его посмотреть в записи, если туда не попали. Ну, и сегодня вечером будет еще парочка докладов. В общем-то, у микросервисов довольно много плюсов. Но нас интересует тут два. То есть, во-первых, когда вы заводите микросервисы, вы заводите зоопарк, и то есть, у вас появляется вообще техническая возможность завести зоопарк, потому что раньше вы не могли ваше приложение так разделить на платформы. Ну, и кроме того, вы можете не переживать о выборе. То есть, у вас появился сервис на скале, там внезапно вы поняли, что, ага, скала, наверное, было не самым лучшим решением, что нужно делать. Ну, и вы просто переписываете этот микросервис на то, что вам нужно. Потому что одно из определений микросервисов классических, что команда может его переписать за две недели. Наши микросервисы мы связываем между собой не только HTTP и REST, но и в конвейер при помощи Rabbit. В принципе, на месте Rabbit могла быть и другая шина сообщений. Ну, он нас радует. Мы там используем всякие фишки вроде стратегии обработки ошибок, опциональные сервисы. То есть, как это выглядит. У нас, например, есть конвейер обработки статей. Когда статья появляется от краулера, и дальше мы добавляем в нее какие-то метаданные, ее модифицируем и прокидываем дальше. И у нас есть опциональные сервисы. То есть, грубо говоря, сервис, если он умер, то, ну, или очень медленно работает, то останавливать весь конвейер не нужно. Нужно дальше прокинуть статьи, потому что пусть статья без картинки, все равно она пользователям понравится. Такого рода вещи. Ну, и связываем мы наши сервисы вот в такие сложные довольно топологии при помощи Rabbit. В принципе, это удобно нам, потому что когда у нас более-менее все сервисы работают одинаково с очередями, то мы можем их переставлять и в правильное место, в правильную топологию выстраивать. Ну, и при этом наши админы не умеют с этим работать, то есть, они там умеют бэкапить очереди, пересылать это в разные сервисы и так далее, и тому подобное. То есть, в целом неплохо. Ну, и все поехало. Ну, отлично. В принципе, с Rabbit у нас было проблем довольно мало, потому что Rabbit в нашей инфраструктуре один из самых стабильных продуктов. Проблемы были несколько. Во-первых, клиенты, да, вот разные клиенты для RabbitMQ, они часто умеют больше, там, совместимы с разными брокерами, с разными машинами сообщений, у них разные фичи, и часто их программная модель плохо ложится на программную модель, например, Вот мы используем для питона, мы используем Celery. Celery это такой распределенная очередь заданий с коллбеками, Blackjack и с возвратом результата, вы там на ней можете всякие сложные штуки делать, типа Fanout, StarMap, MapReduce и так далее. Ну, и один из бэкендов у него Rabbit. И, как бы, по умолчанию в реализации этих библиотек с тем, как они работают с Rabbit, там могут быть разные ошибки. Ну, в частности, вопрос с Celery, например, в том, что, когда клиент забирает сообщение из очереди, он отправляет Rabbit у подтверждения, что да, мы это сообщение получили. Ну, и Celery реализует свой механизм для retrive. То есть, если он съел сообщение из очереди, запустил себя в процесс, что-то он там делает, потом он упал, Celery это заметила, и сообщение отправила в очередь для retrive. Ну, все хорошо, но Celery сама тоже может упасть. То есть, может упасть вообще весь процесс и retriar тогда не будет. Вот. Ну, и на уровне Rabbit это, допустим, решается при помощи вот этих acknowledgement. То есть, клиент забирает сообщение, съедает его, потом обрабатывает и только потом говорит Рэбиту, что да, я его обработал. Ну, и вот в Celery, например, этот режим включается. Для C-Sharp мы используем EasyNetQ. Там проблем, в принципе, меньше, но тоже из-за того, что она пытается делать много всего, они тоже встречаются. Ну, и кроме того, когда вы работаете с очередями сообщений, стоит помнить о разных проблемах распределенных систем. Да, то есть сообщение должно приходить один раз, сообщение должно приходить в правильном порядке и сообщение должно приходить один раз. В целом, с этим бороться можно разными способами. Мы предпочитаем бороться при помощи идемпатентности наших сервисов. То есть, идемпатентность это означает, что вам сообщение может прийти одно и то же несколько раз и ничего страшного не случится, грубо говоря. То есть, мы стараемся, чтобы наши сервисы этим свойством обладали. Ну и что я могу сказать еще? Если вы пишете биллинг, то вам хорошо бы понимать все эти особенности, чтобы сообщения не снимали деньги дважды и так далее и тому подобное. На уровне инфраструктуры у нас все выглядит вот так. То есть у нас Microsoft Hyper-V и виртуалки с Windows, в которых изолированы все наши виндовые сервисы. А для Linux проектов мы используем Rancher. Rancher — это такая система управления докер-контейнерами и докер-хостами. То есть система кластеризации для докера. В принципе она нам очень нравится. Она open-source и там довольно много фич. Поддерживаются разные модели диплоймента. И все это у нас завязано в общей continuous integration workflow. То есть наши разработчики примерно одни и те же кнопочки нажимают для того, чтобы билдить, тестить и деплоить и Windows сервисы, и Linux сервисы. Проблема, которая здесь есть, это как делать лот-тесты. Из-за того, что у нас вся инфраструктура такая, как сказать, у нас есть физические хосты с Windows, на них Microsoft Hyper-V и виртуалки с Windows или Linux. И в том числе у нас там есть Кассандра, которая живет на локальных дисках физических машин и так далее. И нам довольно сложно предсказывать нагрузки, потому что все эти сервисы используют общие ресурсы. Но это проблема, над которой мы работаем. Мы ее не решили, так скажем. Ну и так примерно выглядит наша архитектура на высоком уровне. То есть из сервиса Orient Architecture мы перешли к микросервисам. Это было сделано довольно просто. Мы строим из них конвейер, который мы гибко меняем, в том числе в рантайме, когда какие-то инциденты происходят. И у нас общий CI-workflow. В принципе, мне кажется, что это одна из важных составляющих здесь. То есть нерешенные проблемы для нас, по крайней мере, это автодисковери сервисов и configuration management. То есть, например, если там… Ну, автодисковери много разных проблем решает. В частности, у вас там сервис поднимается, ваш балансировщик нагрузки не знает, поднялся он или нет. В докере традиционно это считается, что ваш контейнер поднялся, значит сервис работает. Но, однако, это не всегда так. В общем, такого рода вещи. И менеджмент конфигурации. То есть сейчас он у нас отдельный. С этим довольно неудобно работать. Хотелось бы сделать его совместным. И мы смотрим пристально на etcd в этом отношении. Ну и теперь корк вопросом. То есть с чего мы начинали? У нас была команда из Windows разработчиков. Они все были довольно сильными. Ну и как-то хотелось двигаться в сторону Linux. Ну мы начинали с внутренних семинаров. Как вы помните, мы разрабатываем ПО для мобильных приложений. Поэтому у нас есть iOS-разработчики, которые на Mac сидят. Мы их привлекли. Ну и стали рассказывать про вот эти технологии, которые мы будем постепенно внедрять. И что важно, про какие-то частые ошибки, которые возникают при использовании этих технологий. То есть вот я примерно вам перечислил их. На самом деле их довольно легко в интернете, когда вы гуляете Common Pitfall с Кассандра. Вот они там все будут. Понятно, что наши внутренние семинары нечасто опаздывали. И эти шишки мы набивали сами, к сожалению. Ну и в целом, что хочу сказать. Windows-разработчикам очень нравится Linux. И они с удовольствием это все изучают. Так что это круто. Ну и что мы первым внедрили, это были различные средства аналитики для метрик, логов, для мониторинга. То есть мониторинг, наверное, у всех есть на Zabbix. Ну, метрики собирать, отображать графаны, логи. Это ELK-стэк. Завтра будет доклад от нашего коллеги про то, как установить ELK-стэк и сколько это стоит вообще, и что позволяет делать. Какая крутая аналитика на логах сейчас возможна. И здесь важно что? Что у нас все команды используют вот этот общий стэк для метрик, логов, мониторинга и все остальное. Это сближает. Ну и вот так примерно выглядит архитектура на нашем высоком уровне. У нас нет сейчас команд, которые работают только с Linux или только с Microsoft. У нас все команды поддерживают сервисы и того и другого вида. И в принципе это круто. То есть на удивление хорошо получилось. И если раньше мы переживали о том, как там нанять людей, которые будут с нашим Microsoft какие продукты поддерживать, и в то же время использовать какие-то новые Linux решения, то сейчас мы не переживаем. Мы нанимаем и таких, и таких. Ну и что дальше? Microsoft, Linux, все такое. Мы собираемся какие-то из наших сервисов переводить на .NET Core, запускать их под Linux докером. Мы собираемся запускать наши виндовые серверы под Windows докером в Windows сервер 2016. Хоть это там тоже довольно дороговато, но тем не менее. Ну и в целом то, что Microsoft поддерживает все эти инициативы, это нас тоже радует. Ну и в целом я свой доклад закончил, поэтому можно переходить к вопросам. Раз, раз. Привет, меня зовут Артур. Значит, вопросы следующие. В итоге смигрировали ли вы с MS SQL на Postgre? Потом фреймворк, какой выбрали для HTTPS-100? И какой инструмент выкладки используете? Спасибо за вопросы. Так, ну начну по порядку. Смигрировали мы с MS SQL? Нет. То есть новые сервисы мы теперь не пишем с использованием MS SQL, но тем не менее у нас много довольно транзакций SQL логик, которые там в недрах MS SQL сервера крутятся. Но мы вынесли самые высоконагруженные сервисы. Им оказался, кстати, кораулер, потому что он использовал MS SQL для хранилища очереди заданий, урлов и всего остального. Ну и то есть мы снизили нагрузку на MS SQL сервер, перешли на более низкую версию, которая дешевле. Но у нас так и остался MS SQL код. Второй вопрос. Фреймворк для нашего HTTP. В каком языке? У нас используется WebAPI и OVEN. В принципе, нас очень радует то, что там есть, например, вы подключаете наггет со свагером, он делает автоматически свагер-файл по вашему коду, то есть автоописание вашего сервиса. Ну и, то есть, по крайней мере для нас на это перейти было очень просто. Ну и проблемы с производительностью они были поначалу, но мы там что-то доработали напильником, потестили, и их не осталось. То есть в целом мы не ощущаем разницу между VCF, который у нас был, и HTTP, который у нас стал. Так, третий вопрос, простите. Третий вопрос, что для Continuous Integration используется? Continuous Integration, это, к сожалению, больной вопрос, потому что, как я уже говорил, у нас есть Linux и Docker, и там все, казалось бы, круто, и можно специализированные решения для Docker использовать. Но, к сожалению, у нас вот еще есть Windows, и мы как-то это не можем совместить приемлемо. Поэтому у нас есть, как это модно называется, императивная оркестрация, батнички, которые у нас запускаются из TeamCity и Jenkins, которые деплоют наши Windows-сервисы, и там же сейчас прикрученный Docker. А зачем два и TeamCity, и Jenkins? Хороший вопрос. TeamCity и Jenkins, потому что мы сейчас в процессе перехода с одного на другое. С TeamCity на Jenkins. Еще вопросы, пожалуйста. Добрый день, Савченко и Евгений. У меня тоже несколько вопросов. Первый. Вы говорили про дороговизну решений на Windows. А вы пробовали получать партнерские лицензии? Ну, как вы думаете, почему мы, собственно, перешли из Azure в self-hosted. Когда кончились промоушены Microsoft, тогда-то мы и перешли. Да, мы пробовали разные партнерские программы Microsoft. Тот же SQL, про который вы говорите, он сейчас бесплатный для разработчиков в Dev-версии? Ну да, естественно. Но мы сейчас говорим о продакшен нашем environment. То есть мы там не можем версию для разработчиков запускать. Это да, но с партнерскими лицензиями можете. Ну ладно, это отдельный вопрос. Второй вопрос, в принципе, вы уже ответили. Хотел спросить, почему вы переходите с Azure? Ну да. То есть, грубо говоря, у нас была программа BizSpark, которая все это дает, я не знаю, то ли бесплатно, то ли за копейки. На три года. Когда все это кончилось, да, три года прошли. Мы пришли, мы решили срочно оттуда убегать. Примерно так. И вот, в принципе, еще такой небольшой совет. Попробуйте Visual Studio Team Services для Continuous Integration. Очень удобная вещь. Противоречивые сведения выступают. Ну хорошо, мы посмотрим. Скажите, пожалуйста, а вот в брошюрке писали про то, что вы пробовали Mono, .NET Core, что для продакшена это… Пока пару лет еще нужно ждать. Ну, как сказать, в целом главная наша проблема с Mono и с .NET Core была в том, что наши Windows сервисы, было сложно на них портировать. У нас довольно такое глубокое дерево зависимости, в котором где-то там внизу еще какие-то Azure-овские библиотеки прикручены. Поэтому перейти было сложно. Тем не менее, для новых сервисов мы применяли .NET Core, запускали это под Linux, и все круто, все работает. Про Mono сейчас не могу ответить, почему конкретно у нас ничего не получилось. Вот, примерно так. Еще вопрос. Сейчас вы разрабатываете вообще на C-Sharp или вы только поддерживаете те сервисы, которые были? Хороший вопрос. В целом C-Sharp нам нравится. То есть, да, разрабатываем на C-Sharp. Например, наша вот эта система аналитики для паблишеров, она там внутри себя имеет Cassandra, Spark и все остальное модное. Тем не менее, какой-то фронтенд у нас написан на C-Sharp, потому что у нас есть C-Sharp команда, и они любят этот язык. То есть, в целом, да, все еще используем. Распределение по количеству команд, ну, количеству человек. Ну, мне сложно сказать. То есть, у нас есть несколько команд. Например, команда NLP, обработки естественного языка, они все практически ресерчеры и пишут на бетоне. Команда инфраструктуры, они вот занимаются нашими переводом на Nginx и тоже, в принципе, всякие открытые решения на базе Linux строят. То есть, на C-Sharp на самом деле только C-Sharp разработчиков у нас осталось процентов 30. Вот. Все остальные совмещают. Спасибо. Спасибо за доклад. Вы сказали, что вот Windows Server 2016 уходит, там есть контейнер, докер, бла-бла-бла. Да-да-да. Вы что-нибудь пробовали перенести в контейнер, какой-нибудь Windows Server взять, погасить виртуалку в Hyper-V, сказать Shutdown, сказать Docker Run, и все заработало так же, как и было. Такой был у вас опыт? Нет. А вы пробовали хотя бы? Поэтому мы ждем. Такие люди вообще существуют? Ну, не знаю. Мы пробовали .NET Core и запускать под Linux. И все получилось, но потому что у нас был новый сервис, который маленький, и мы сами за него написали специально под .NET Core, и все завелось. А вот наших больших монстров, которые первоначально писали с Windows и Azure, и всем-всем-всем, пока что нет, не пробовали. Маркетинговые статьи от Microsoft говорят, что есть какой-то специальный инструмент, который тебе в HD-шку из Hyper-V портирует сразу в контейнер. Можно будет попробовать, наверное. Сам боюсь просто. Да, да. Хорошо. Мы планируем этим заняться. Нет ли проблем с одновременным администриером и Windows, и Linux серверов? Как сказать? Нет. В принципе, наши девопсы и админы, они такие мустанги. Повезло вам. Да. А вот вы еще сказали, что вы мигрировали в Postgre. У вас базешки большие вообще? Секрет, не секрет? Базешки большие, ну, там терабайты. Мигрировали не все пока что, но большая часть к Кассандру. То есть у нас ушла большая часть данных по объему. То есть в Postgre на самом деле у нас довольно мало логики. И гладенько прошло? Да, вполне. То есть так хорошо. Не жалуемся. В целом много где пришлось пересмотреть архитектуру. Понятно, что со SQL мигрировать на новую SQL довольно непросто. Но, тем не менее, там, где это возможно, и там, где у нас наибольшая нагрузка, это получилось. А какой-то прирост производительности вышел или просто бабосиков сэкономили в итоге? Бабосиков сэкономили. То есть о приросте производительности тут нет. Речь не идет. И еще такой странный вопрос. Сложно. Вот сколько человека часов это заняло, чтобы что-то переписать, что-то переделать, мигрануть? Честно говоря, это сложно сейчас оценить. Ну так, цифры с неба. Не могу сказать. Потому что у нас, видите, много проектов. У них было разное расписание миграции. Ну и миграция, она в основном задевалась для того, чтобы добавлять новые фичи, как это дальше развивать. То есть у нас мы не просто говорили, что переписываем ради переписывания. Мы говорили, что вот мы хотим такую новую фичу, и мы ее сможем сделать только на новой архитектуре. И вот под это все и переписывалось. Поэтому сложно сказать, сколько человек часов заняла именно миграция. Ну и кроме того, секрет-то в том, что MS-SQL у нас остался. И самое то, что мякотка, которую сложно мигрировать, мы ее не перенесли. Потому что там лес дремучий, и это сложно. Пока что не перенесли. Еще вопрос можно? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, у вас сервисы под Windows, они под EIS запускаются? Есть и такие, и такие. Если те, которые под EIS, как их добавить в Discovery? Если пока на них не приходит HTTP запрос какой-нибудь, они не поднимаются? Не знаю. Ну то есть пока ты туда что-нибудь не запросишь, она не работает. Да, не могу сказать. И как за Discovery такое? Я из отдела персонализации. У нас все сервисы без EIS, поэтому не могу вам ответить. Спасибо. Еще один вопрос по поводу миграции с SQL на Postgre. Такая больная тема. Да, пожалуйста. По поводу разработчиков баз данных. То есть вы их нанимали новых для Postgre или переучивали тех старых? Админов тоже? Переучивали, да. Админы у нас, то есть хорошие все знают. А разработчиков, да, приходилось переучивать в целом. Но и я думаю, что шишек мы еще набьем. В принципе, мы могли бы мигрировать как сначала на Entity, потом Entity переключаем на Postgre, и вроде бы все должно работать. Но мы так не могли сделать, потому что у нас много вот транзактов SQL и всякого махрового. На Entity точно не надо. Ну, в принципе, видел позитивный опыт. У них все бы получилось. Но не знаю. Спасибо за доклад. Я вот не очень понял. Вы новых разработчиков берете, которые и C-Sharp знают, и Python? Или все-таки отдельно? И второй вопрос. Вот там был слайд про графану и график. Holy War. Min и Upper 19. Да, действительно. График любопытный. Вообще график обычно такой называется… А здесь мы включили кэш. Но нет. Это мы не включили кэш. Это, если не ошибаюсь, мы в наш C-Sharp привнесли немножко Python, но не буквально, а как-то метафизически. То есть у нас были там какие-то 500 списков, и мы их заменили на 500 генераторов. И все стало быстрее, и все стало здорово. А Holy Wars я здесь хотел сказать, забыл упомянуть, что при выборе этих средств важно остановиться на чем-то и сделать какой-то выбор. То есть потому что там можно бесконечно обсуждать, что лучше графит или инфлокс, и там у вас будут разные мнения, разные команды будут спорить и так далее и тому подобное. И вот мы эти решения все-таки зафиксировали, и это плюс. И по поводу найма, то есть да, 3 года назад мы думали, что же делать, нанимать и Python, и C-Sharp, и как быть, и вообще, и где таких специалистов искать. Сейчас мы нанимаем и тех, и тех. То есть у нас сейчас основной офис находится в Канаде, и там C-Sharp разработчиков, особенно в области обработки естественного языка, искать довольно сложно. Они приходят сейчас с Java или с Python. Ну и раньше мы не могли их нанимать и думали, ну блин, куда тебе такого. А сейчас все окей. Еще вопрос можно? Вот почему ранчер? Чем он вас привлек? Где вы? Это снова я, простите. Почему ранчер? Сложно сказать. Кто-то выбрал, кому-то логотип понравился? Да, корова, красивый UI. Там можно кликать, можно сервисы. Он рисует всякие графы между сервисами, делает балансировку, и вот нас это порадовало. В принципе, он сейчас у нас работает в продакшене, проблем с ним особо не было. А вы часто релизитесь? Что? Насколько часто вы релизитесь? Ну, у нас микросервисы, независимый релиз, релизный цикл, поэтому да, часто, то есть каждый день разные сервисы деплоим. А у вас какая-то команда инженер, какой-то релиз инженер есть, или просто разработчик закоммитил, такой думает, дай-ка я выкину это на продакшен? Нет, не так. У нас есть админы, они же девопсы, и они нам деплоиваются на продакшен. Это какие-то чудо-люди у вас, видимо, да? Да, согласен. Они у нас на аутсорсе, более того, и, возможно, им нужна реклама. Так что можете обращаться. Спасибо. Тут спросили про ранчер. У меня вопрос. Вы его используете как из коробки или поверх кубернетеса с варм? И, судя по тому, что вы смотрели на ETCD, видимо, вы в кубер... Нет, мы не используем кубернетес, мы используем его из коробки. То есть, в принципе, так. Еще, в принципе, спасибо вам за внимание. Спасибо.